Звучит музыка Литовцы всегда были гостеприимным народом, и что касается баскетбола, конечно же, все на очень высоком уровне. Что касается отдыха, мы сюда приехали не отдыхать, поэтому слои отдыха, наверное, не так важны для нас. Настроение хорошее, рабочее, у нас достаточно серьезная группа, нельзя ослабляться, поэтому работаем, готовимся. Как вы думаете, кто будет главными соперниками нашей команды? Как показывает практика, нету слабых команд, и при определенном подходе, при определенном раскладе дневном, может быть все, может случиться любые случайности, поэтому нужно настраиваться на любого соперника. Все команды сейчас умеют играть в баскетбол, практически во всех командах есть один-два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации, поэтому я говорю, что нужно быть готовым играть со всеми. Завтра у вас матч против сборной Украины, первый матч. Как вы оцениваете этого соперника, ознакомленного тренера Фротелла? Конечно, я даже играл под руководством Майка Фротелла на матче новичков. Мне кажется, что Украине очень повезло с тренером, это очень правильное решение было. Это был действительно тренер очень высокого класса, и может быть, я думаю, что он сможет дать такую стабильность сборной Украине, потому что в последнее время команда очень лихорадила, при том, что наличие очень хороших игроков, как-то все не получалось тактически и командно создать игру. Я думаю, что Майк как раз за последнее время сумел вылепить немножко похожее на команду, и будет очень-очень сложно, тем более, что это первый матч, матч фактически открытия и для нас, и для украинцев. Надеюсь, что мы сможем выполнить наш план на игру и победить. Скажите, вы сделали татуировку, это что-то личное, или это как-то устрашать должно соперника? Ну, это не для соперника, это только для меня. Поэтому, пускай, будет только лично. Бельгийцы пошутили, что они живут в гостинице, где там и боулинги, и стриптиз-клуб, и это очень неудобно просто жить в такой гостинице, как вам там? Не знаю, может быть, просто их отвлекает каким-то образом. Я думаю, что на нас это просто никак не воздействует. Опять же, повторюсь, мы приехали сюда играть в баскетбол, а не играть в боулинг. Все ждет вашего матча с Грузией. Как вы готовитесь, как-нибудь специально или как на тему? На сегодняшний момент мы не готовимся к матчу с Грузией, мы готовимся к матчу с Украиной. А завтра, послезавтра, мы будем готовиться к матчу с Грузией. Все подошли в достаточно хорошей форме, и я думаю, что с хорошим настроением. Действительно, первый матч очень важен сейчас. Пока все чувствуют себя хорошо, и надеюсь, так и останется до конца турнира. Ну, я думаю, что это новый проект, и, очевидно, они инвестировали много в этом проект, привлекли много талантливых, экспериментов, и знаменитых тренажеров. Спасибо. Который фиртелло, история говорит себя о себе, и я уверен, что он делает хороший работник с Грузией. Для нас, это очень трудно. Это первый матча. В этом матча в самом деле все первые Aceson games будут трудные, в этом матча. Я думаю, что это будет определенная часть для другого клуба. and you hope that the pressure of the first game, the newness or the beginning of the tournament doesn't force you to go down a level or two. You really want to bring a high level to the first group and specifically to the first game because it's an important game. And that's what we hope to do. You know, probably everyone will say that Spain is the favorite because of the kind of roster they have, the fact that they are the reigning champions, and obviously they're a very, very talented group with a great deal of continuity, same players coming back with a few new players that are highly, highly capable. But, you know, I've been in many European championships and it's my experience that because of the nature of the competition where after the first two rounds you have a one-game knockout situation, really anything could happen. So, you know, maybe we'll put Spain down as the favorite, but I wouldn't be surprised to see something else happen. I think we're in good shape. We're healthy. We're hungry. We had a good summer preparation. For the most part, did well in our games, although it's really not so, so important the results of those games. More, I think, the manner in which you play them and the progress that you make from the beginning until the end of the preparation. But I think, relatively speaking, we're close to being in as good a shape as we possibly could be physically and mentally. Okay, thank you very much. Welcome.